Я развелась с ним, и мы больше не разговаривали. Оно и к лучшему. Из него не получилось ни рокера, ни мужа, ни отца. Это и называется неудачник. А ты знаешь, что случилось с ним потом? Когда я отправила ему документы о разводе, он жил в Сиэтле. Понятия не имею, чем он там занимался. Он бросил музыку? Не знаю, Лили. Он перестал платить элементы, и я выбросила его из головы. У тебя был Стив. К сожалению, тоже неудачник. Мама, ты неисправима. Я заслуживаю лучшего, и ты тоже. И завтра это у тебя будет. Этот дом и все остальное. Да. Мам, можно тебя кое о чем попросить? Я хочу устроить небольшую вечеринку завтра днем. Так вот, днем, пять часов, а то такое вот, непонятно. Сможешь помочь организовать ее в саду для вечеринок? Вечеринка! Еще бы! Ты ведь знаешь, как я люблю вечеринки? И Лили... Ну, я передумала. Я считаю, тебе не нужно продавать это место. Ха-ха-ха-ха-ха! Не волнуйся, мам, я не буду. Ау-ау-ау-ау! Так, это что такое? Восторг? А, кажется, Люк дома. О, здорово! Встретить Люка. Поженятся они, наконец-то, или нет? Ведь это ж, типа, судьба. Люк! Привет! Я так рада, что ты вернулся. Только на одну ночь. Завтра я должен ехать в Неваду, чтобы через пару дней начать работать. Я приехал, чтобы увидеть всех своих девочек и собрать вещи. Всех своих девочек, значит, да? Детей, собак, соседей, всех своих девочек. Может быть, ты сможешь подождать с отъездом до завтрашнего вечера? С этим могут быть сложности. С этим могут быть сложности. А что? Завтра, тридцатый день. Я собиралась устроить небольшую вечеринку в пять. В семнадцать. Чтобы отпраздновать. Ах, да! Да, я приду, разумеется, я приду. Просто не смогу остаться до конца. Достаточно того, что ты придешь. Я просто хотел увидеть тебя, пока я не уехал на новую работу. Да, пока ты не уехал. Лили, все нормально. Лили, все нормально.